Тур в Египет вместе с Богом. Семейный отдых в Египте. Божье благословение в нашей поездке. Мир вам, братья и сестры. Приветствую вас на блоге Виктора Бусла по знаниям. Это свидетельство отдыха в Египте его жены, дочки внука и внука, дал брат во Христе Виктор. Ему 52 года. Это произошло летом 2024 года в Украине. Это свидетельство, что если Бог благословляет отдых семьи, жены, дочери и внука, дал тур в Египет, что он может сказать против? Подпишитесь, чтобы получать больше подобного контента и вдохновляться благодатью и благословениями Бога во время отпуска. Благословенное путешествие. Семейный тур в Египет с Виктором. В семье Виктора обычно любят планировать с молитвой Богу все масштабные мероприятия. Когда события у одного человека, то молятся Виктор и его жена Светлана. Буквально на этот раз был запланировал отдых в Египте всей семьей. Жена Светлана, дочка Эдитка и внук Вениамин. Помолились они еще зимой, в феврале. Дочь сразу связалась с агентом и обговаривала условия и время отдыха. Отдых был запланирован на конец мая. Ну и, конечно, финансовые вложения, предоплаты и так далее. Семья Виктора среднего достатка. И чтобы сделать даже отдых, необходимо накапливать финансы. Но в данном случае, после молитвы, Бог давал всю необходимую сумму. В семью никто не давал, благословлял финансами. Но отец давал работу и клиентов на это время жене Светлане и дочери Эдитке. Бог дал через то, что им пришлось сильно потрудиться в это время. Они много трудились, даже в нерабочее время и по выходным. Бог благословил жену и дочь Виктора клиентами и заработком. Бог всегда рядом, когда нужно. Давал именно тогда, когда нужно, для предварительных оплат. И все хорошо получилось. Светлана и Эдитка собрали всю необходимую сумму и купили полностью тур в Египет. Виктор и муж дочери, конечно, тоже поучаствовали в этом туре. Но и это было минимально. И, конечно, отдохнули. Но это действительно был отдых. Не просто отдых от ничего не делания. А отдых от усиленной работы в последние месяцы. Бог также дал благодать и мужьям во время тура в Египет. Они остались живы и здоровы. И продолжали работать дальше на своем производстве. В конце концов, когда приехали с отдыха, все пришло в свои нормы работы, как обычно по сезонам. Свидетельство в том, что Бог своих детей благословляет и семьи, и женщин. Даже дает свою благодать на отдых, как в этом данном случае, и без мужей. Но все равно они были семьей. И это свидетельство Виктор рассказал, потому что хотел, хоть это и было накладно для семьи. И, как говорит сам Виктор, если отец дал свою благодать жене и дочери, что он может сказать против? Разберем тур в Египет или это свидетельство. Давайте посмотрим, кто участвовал в этом деле. Бог Отец Небесный своей рукой, благодатью. Или Иисус Христос, или Дух Святой. Посмотрим отдельные моменты. Во-первых, это произошло не в церкви и не через служителей церкви. Это важно, так как церковь продолжает служение Иисуса Христа на земле. Тур в Египет, жены, дочки, внука – это как бы не служение церкви, правильно? Здесь не было чудес, освобождений, исцелений. Значит, служение Духа Святого тоже исключаем. Во-вторых, Бог дал, покрыл все нужное именно для этого отдыха. Именно в это время появились клиенты для покрытия нужной суммы. В-третьих, они много работали, чтобы собрать нужную сумму. Бог укрепил их. Это была явно благодать Божья, рука Божья. В чем? В том, что именно на этот отдых Бог дал, расположил сердца людей, чтобы они пользовались услугами семьи. Жена и дочь могли заработать. Кто имеет свой бизнес, хоть маленький, знает, что клиента, того, кто будет пользоваться твоими услугами, трудно найти. Тогда как? Именно в это время Бог Отец дал все нужные суммы и в нужное время. После все клиенты и работы встали в обычный порядок. Что говорит Библия? Сегодня мы посмотрим на Ветхий Завет, вспомним пророка Илью. Скажите, при чем здесь пророк Иода и жены? Друзья, Бог и его характер, его любовь никогда не изменяется. Отец, как был в Ветхом Завете, он такой же и в наше время. Откроем Слово Божье и прочитаем пророка Илью. Ветхий Завет, книга, Третья Царств, 17 главу, стихи с 1 по 9. И сказал Илья пророк, весфитянин из жителей Глаадских, Ахау, «Жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою. Всей годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». И было к нему слово Господне. «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Хорафа». Что против Иордана? «И из этого потока ты будешь пить». «А воронам я повелел кормить тебя там». И пошел он и сделал по слову Господню. Пошел и остался у потока Хорафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне. «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там, женщине-вдове, кормить тебя». Это книга Третья Царств, 17 глава, стих с 1 по 9. Помимо всего, посмотрим на пророка Илью. Во-первых, Бог поселил на определенное время пророка. Однако Илья не всегда жил там, правильно? Просто пришло время, и Бог его туда направил. «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Хорафа». Что против Иордана? Бог руководил воронами. Во-вторых, именно в это время Бог воронами восполнял нужду пророка. Это не было до этого, и после прекратилось. Бог руководил воронами. «Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там». В-третьих, когда произошло нужное время. Бог прекратил восполнять нужды. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю пророку, и пророку было слово «идти». «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там». Это было в Ветхом Завете, но Отец Небесный все так же может восполнять наши нужды. Я услышал ваши молитвы. В этом свидетельстве Бог Отец как будто бы говорит. «Я услышал ваши молитвы за то, что вы молитесь в единстве. Я благословляю отдых жены, дочери и внука. И дам все потребное для этого отдыха. Я люблю вас и вашу семью. И очень нравится, что даже на отдых вы ищете моего благословения. Скажите, друзья мои, аминь». Да, без всякого сомнения, это была явная рука благодать Бога Отца. Самое главное не в том, что Он сделал. Главное, что Он сказал и показал себя этой семье. А муж говорит и после этого. «Если Бог за тебя, моя жена, что я могу сказать против?» Семейный отдых в Египте и Божье благословение в нашей поездке. Стоит отметить, братья, сестры, нашему Отцу Небесному не нет дела до нашего отдыха. Он не остается безучастным к молитвам семьи. Он все слышит и, конечно, дает свою благодать в наше современное время. Задайте вопрос Богу. Покажи мне свою руку. Покажи мне свою благодать в моей жизни. Бог благословляет семейный отдых жены, дочери и внука Виктора. Это был тур в Египет. Что еще Он может сказать против этого? Подпишитесь, чтобы получать больше свидетельств семьи с Богом в это современное время и вдохновляться благодатью и благословениями Бога во время отпуска. С вашего разрешения я сейчас заканчиваю. Вам понравилась запись или вы получили слово Откровения от Духа Святого? Конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Стоит отметить, когда вы ставите лайк, лайк мне нравится, или делитесь, рассказать друзьям, вы помогаете служению, спасению и распространению Слова Божьего. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...